Учитывая весь ваш опыт, когда Путин начал вот эту военную кампанию в Украине, это вызвало ваше удивление или было ожидаемо, что придет к этому? Для нас настолько это все было ожидаемо и очевидно, потому что мы понимали, что происходит. Мы очень правильно оценивали саму ситуацию в России и те процессы, которые там шли. Просто никто не обращал на это внимания. Всем казалось, еще даже в 91-92 годы, когда мы столкнулись с возрождающейся Российской империей, абсолютно заново возрождающейся империей, мы столкнулись и мы, в принципе, понимали, к чему это все может привести. И если вы помните, вы можете найти в архивах высказывания Джохара Дудаева, покойного Звиада Гамсахудия, что происходит в России и какие процессы там идут. И было абсолютно очевидно, что имперская политика России, она никуда не исчезла. И носители этой политики, они не только не канули в лето, они наоборот пришли к власти и с новым каким-то импульсом начали все время. И риторика об этом говорила, и их действия говорила. И первая война в Чечне, в принципе, это было начало тому, что мы сегодня имеем. Вторая чеченская была своего рода компанией Путина по получению большей поддержки среди населения. Нет, я категорически не согласен с тем, чтобы разделять первую и вторую. Она не прекращалась. Войну начал Ельцин в 1994 году. Он подписал указ о начале военных действий. И в принципе, то, что происходило до 1999 года, открытая фаза военных действий, горячая фаза войны, она продолжалась с 1994 по 1996 по 1997 год. Потом в 1997 году были выведены так называемые две российские бригады, которые находились в Чечне, на территории Чечни. И был подписан договор о мире. Этот договор России, как в последующем нам стало ясно, он им нужен был и необходим был для того, чтобы взять тайм-аут и какую-то провести перегруппировку. И, естественно, пропагандистски, идеологически подготовиться к той уже масштабной, жесточайшей войне, которую они начали в 1999 году. И, в принципе, когда в последующем нам стало известно, генерал Лебедь, для вас это такая история уже давнишняя, я понимаю, но я думаю, те, кто помнит эту ситуацию того периода, они меня очень хорошо понимают. Был такой генерал Лебедь, который подписал Хасавюртовское соглашение. И перед тем, как подписать это соглашение, он обратился в Министерство обороны, главный штаб, генеральный штаб Минобороны. Он обратился в генеральный штаб внутренних, МВД внутренних войск и запросил, вот его фраза была, если чеченцы ассоциируют себя с волками, то мы должны иметь 50 тысяч волкодавов, чтобы покончить с чеченцами. И вот он запросил у генерального штаба и у Министерства внутренних дел 50 тысяч спецназовцев. И ему ответили, что для этого нужно три года. Это официально, это уже подтвержденный факт, ему сказали, что нужно три года. И исходя из этого, он подписал Хасавюртовское соглашение, потому что на самом деле, то, что произошло 6 августа, и когда мы эти подразделения российские до 70 тысяч заблокировали в городе, в местах дислокации, они находились просто в очень плохоплаченном состоянии. Чтобы их спасти, нужно было или договор заключить, или они должны были сдастся поднятыми белыми флагами, пройтись по всему Грозному. Чтобы этого не допустить, белые флаги они подняли с тем, чтобы передослицироваться. А мирное соглашение Лебед подписал. И вот эти три года они занимались подготовкой. Естественно, у них была надежда на то, что после выборов, после гибели Джохара Дудаева, что Аслан Масхадов, вновь избранный президент, кстати, которого они поддерживали в процессе выборов, они его поддерживали с одной целью, рассчитывая на то, что им с ними будет легче договориться, что им с ним будет договориться легче по поводу статуса и взаимоотношений. Но когда они убедились, что это не работает, они уже в полной мере начали подготовку. Похищение людей и убийство международных правозащитных организаций, которые находились там, убийство первых наших инвесторов, которые появились в Чечне. Вот все эти процессы, вот весь негатив, который накапливался в эти три года, он должен был вылиться в то, чтобы Ельцин подписал очередной указ о начале военных действий, о бомбардировке. То есть там и Дагестан был примешан, те оперативные мероприятия. И та ситуация, криминальная ситуация в Чечне, все эти три года, что происходило. И для резерва у них был еще один мощный, оказывается, подготовленный сценарий. Если в первом случае и во втором случае нам удалось избежать вот так называемого открытого повода, чтобы им не дать для открытой агрессии, мы это избежали. Когда было событие в Дагестане, Аслан Масхадов выступил и осудил это действие, и призвал обе стороны мирным путем разрешить этот вопрос. Хотя чеченские добровольцы в лице Масха, Басаева, этого Хаттаба, они там находились, но официальная точка зрения, официальная позиция наша заключалась в том, что это внутреннее дело самой России, и мы не вмешивались. Потом второй вопрос, когда они подготовились для того, чтобы организовать государственный переворот в Чечне, это тоже им не удалось. А для этих двух моментов были подготовлены уже решения. Вот есть документ по Министерству обороны и по Министерству внутренних дел, где четко прописано действие Министерства обороны и Министерства внутренних войск в случае изменения формата власти в Чечне. То есть так называемые ваххабиты, последователи чистого ислама, должны были снизложить Масхадова, и это давало повод России вести войска. Это тоже им не удалось, а Масхаду удалось все эти моменты избежать. Но что мы не учли и что мы не сумели предотвратить, так это взрывы домов в Москве, Волгодонске, Буйнахске, которые Путин организовал, будучи директором ПСБ. Это абсолютно доказанный факт, что за этими взрывами стояла структура ПСБ, во главе которого стоял Путин. И вот в последующем, уже в 99-м году, после этих событий, после разоблачения Бризанского кейса, когда местные жители не дали взорвать Бризанский дом, и на утро, уже на 24-е октября, Ельцин подписал указ о бомбардировке в Розном. И началась вторая фаза этой военной кампании. То есть нужно было понимать и грузинам, и украинцам, всем, кого мы предупреждали тогда, и Молдавия, и все эти горячие точки между Азербайджаном и Арменией. Это Карабах. Молдавия – это Транзнестрия. Ну, Транзнестрия. Приднестровье. Приднестровье, да. Грузия – это Абхазия, Южная Осетия. Все эти были замороженные конфликты, они были, они ожидали своего разрешения с тем, чтобы покончить с вопросом, с чеченским вопросом. Потому что мы стали оказывать сопротивление, и эти конфликты как бы остались замороженными. Россия как бы зафиксировала это, заморозила эти конфликты в ожидании, как только закончится ситуация в Чечне, с тем, чтобы продвинуться дальше. Что и произошло. В 2008 году, к 2008 году сопротивление ослабло. Уже Путин уверовал в то, что в Чечне он уже ситуацию полностью контролирует. Тем более вот эта провокация, которая была провозглашена, провокация, связанная с провозглашением так называемых Кавказских Эмиратов, окончательно уверила Путина в том, что чеченский вопрос уже не стоит на повестке международного сообщества и международных институтов. Потому что сам вопрос и сама структура Чеченской Республики, она якобы была упразднена бывшим тогдашним президентом Докко Умаровым. Хотя мы этого не допустили, нам удалось предотвратить вот это. Но для России и для внешнего мира это было решение, уже окончательное решение. Остатки сопротивления, они были переведены в разряд борьбы с международным терроризмом. Чего Путин требовал с самого начала от западных стран. И в этом уже ключе он закончил, и потом начались события Грузии, мы это помним. Мир проглотил действия как в Чечне, сначала на Чечне он испытал международное сообщество и так называемые принципы и нормы международного права. Я имею ввиду право народов на самоопределение касательно чеченцев. Этот вопрос был войной, кровью. В результате 300 тысяч погибших, 40 тысяч из них дети, разрушены до основания города, населенные пункты. И в конечном итоге Путину это простили, назвав это внутренним делом России. Тогда Путин уже переключился в новый этап на Грузию и аннексировал эти территории. Мир проглотил и это. Так более-менее какая-то реакция была, но не такая, какая должна была быть. И поэтому мы получили 2014 год. И 2014 год, в принципе, от аннексии Крыма мир все-таки среагировал не таким, не должным образом. И теперь мы имеем то, что мы имеем в Украине. Это уже открытая агрессия против независимого, суверенного государства. Вот нужно понимать, что Россия, все, что она делала сегодня, она к этому готовилась и к этому шла с 92-го года. Вот 30 лет понадобилось России, чтобы вот прийти к 24 февралю и начать полномасштабную агрессию против Украины. Какие аналогии вы могли бы провести между действиями России, начиная с Чечни и по сей день? Насколько она брутальна и какая ее конечная цель в итоге? Земли? Теперь, Марта, дело в том, что сейчас уже нет таких стратегических планов. Казалось бы, вот Россия как империя, она должна иметь какие-то стратегические цели и задачи. Дело в том, что все, что Путин сделал с 2000-го, с 90-го года, с 99-го по сегодняшний день, в стратегическом отношении Россия проиграла. Да, это были тактические победы Путина, что в Чечне была тактическая победа. Ну, вы видите, что сегодня происходит в Чечне, насколько она подконтрольна Кремлю или России. Ну, сам факт, то, что там сейчас происходит. Что произошло с Грузией? Грузия была самая, наверное, дружественная страна по отношению к России на постсоветском пространстве. Я думаю, это была Грузия, потому что общая культура, религия, ну, очень многое связывало грузин с русскими и с Россией. Особенно литература, культура, искусство. Все это было настолько взаимосвязано и настолько оно как бы переплелось, что, мне кажется, на Кавказе не было людей больше, чем кого русские любили. И у русских было отношение, и у грузин было к ним отношение. Но Путин превратил эту страну в стратегическом плане, он сделал ее врагом номер один вот этой России. Пусть это сегодня там пытаются политические, дипломатические какие-то заигрывания с Россией идут, но на ментальном уровне уже у вашего поколения к этой стране совершенно другое отношение. И в этом плане стратегически Путин проиграл. И вот все, что в любую точку возьмите, любую войну и все, что он сделал, это стратегические поражения России. И что такое? Но дело в том, что для Путина, Путин пришел на этой волне, на волне войны. И до тех пор, пока Путин будет жить, пока будет Путин живой, война будет продолжаться. Россия будет находиться в войне. И она будет вести войну. И это исключительно, все это зависит от одного человека. Это Путин. И сегодня нужно понимать, что Путин играет такую надолгую. Если он это затеял, как пятидневную войну в Грузии, трехдневную какую-то войну в Крыму, в Трансдействии. Вначале у него был план такой блицкрик, дойти до Киева, чтобы его встретят цветами и все. И он снова победитель. Но когда сейчас, когда он понял, что он ввязался в войну, и его мир называют военным преступником, и ответственные за эту войну, за развязывание, за ведение, разница в том, Путину простили Чечню, Путину простили Грузию, Путину простили Крым, Трансднестрию. Ну, все эти горячие точки ему простили. Но то, что сейчас он уже сделал, не говоря уже о том, что он еще будет делать, этого ему не простят. И мир дал очень четкий месседж, сигнал в том, что мир ему этого не простит. Это значит, поражение Путина – это очередной Нюрнбергский процесс по военным преступлениям, которые Путин совершает. И, конечно, вот тогда ему уже напомнят и про Чечню, и про Абхазию, Южную Осетию, про Грузию, про Крым. Все, все-все будет поставлено на это. И поэтому нужно понимать, что Путин сегодня именно в войне, если с Чечней он знал, что это как бы мир ему дал карт-бланш, и он может делать в Чечне сколько надо, столько и будет воевать. И что бы, какие бы методы он не использовал, с него не спросят, потому что нас предали. Грузии, да, тоже, как таковых, таких мощных, серьезных военных преступлений не было. И там были политические составляющие. Ну, есть тоже какая-то отмазка. Ну, то, что сегодня он делает. Крым тоже там, пусть он формально, ну, он ориентируется, чтобы был там референдум, люди так решили, законодательство он этому подтянул. Ну, все методы, которые он отработал в Чечне, если проводить аналогию, абсолютно все методы, что он использовал в Абхазии, Южной Осетии, Грузии, что он использовал в Крыму, что он делает сегодня в Чечне, все эти методы были отработаны в Чечне в течение вот этих 10 лет войны, первые 10 лет, 15 лет. Потом он их уже начал потихоньку переносить. И вот сегодня то, что делает Путин, это тоже абсолютно из этой области он понимает, что за то, что он сейчас делает в Чечне, в Украине, с него будет спрос. И поэтому он будет идти до конца. То есть он использует сейчас принцип победителя, не судя. В ином случае он закончит в суде международным трибуналом, как военный преступник. И поэтому нужно понимать, победить сегодня Путину не дадут. Мир просто не даст сегодня Путину выиграть в войне с Украиной. Это значит, мы должны себя готовиться к тому, готовить себя к тому, что пока Путин живой, вот эта война будет продолжаться. Какой выход? Все-таки вы видите его конец на трибунале или все-таки ожидаете конец, как Муаммара Каддахи, скажем? Нет, дело в том, что сегодня, понимаете, если первая неделя войны, ожидаемо было то, что в самом окружении Путина, даже хотя бы среди военных, найдется какой-то российский герой, который просто пристрелит Путин. Просто как бешеную собаку, человек, который сегодня шантажирует мир ядерной кнопкой и говорит о том, что он может привести к судному дню наш земной шар. Его нужно просто пристрелить. Другого решения в этом вопросе нет. И нужно это делать для того, чтобы даже другим неповадно было, чтобы все понимали, что с этой игрушкой никому не позволено играться. Ну, раз его не пристрелили, сегодня он кровью замазал очень многих военных генералов. Поэтому сегодня эти генералы будут руководствоваться тем же принципом, что и Путин, что победителей не судят. Им нужно во что бы то ни стало победить. Поэтому эта ситуация затянулась. Если на каком-то этапе не найдутся и не проведут какое-то оперативное мероприятие, в результате чего Путин будет убит или же свергнуть, война будет продолжаться. Другого решения в войне с Украиной просто нет. Я в этом глубоко убежден. Мы слышим версии, что Шойгу исчез, исчез Герасимов. Разные версии. Верите ли вы в то, что все-таки найдется какой-нибудь герой России, который пойдет на этот шаг? Ну, я верю, в России много было героев. Мне хочется в это верить. Но вот те фигуры, о которых вы сейчас только назвали, они не эти герои. Они преступники. Они военные преступники. Они это понимают. И они до конца будут с Путиным. Да, может быть, Путину сейчас необходимо будет свою вот эту военную неудачу. Может, он захочет переложить на кого-то или на Шойгу, или на Герасимова. Ну, я не знаю, на какого-то Сидорова. Это я допускаю. Но что эти люди, вот в окружении Путина нет людей, которые способны на шаг, на мужественный шаг. Это он нам сам продемонстрировал, когда он провел так называемый Совет Безопасности. И мы видели вот эту труху, которая вокруг него осталась. И неужели вы думаете, что среди тех, кого мы видели, найдется человек, который может сделать какой-то шаг? Конечно, нет. Путин знает это. Путин в поле зачистил. И рядом с ним находятся только абсолютно бесхребетные моральные уроды. И Путин будет этим пользоваться. И самое главное, то, что вот это население, которое сегодня поддерживает Путина, 68-80 пациентов, я в это верю. На самом деле я верю. Это не пропаганда сегодняшняя, но это результат той пропаганды, 20-летней пропаганды, которую Путин вел в этой стране. Это результат. Но сегодня такова реальность. И поэтому вот это 70-80 процентов населения будут готовы подтягивать животы, несмотря ни на что, чтобы они о них говорили, чтобы их боялись, чтобы вот их величие, оно было ощутимо. Пусть у них животы будут подтянутые, они будут голодные, и туалеты будут за 100-200 метров от их дома, но они будут считать себя великими, пока они ведут эту войну. Это абсолютно безнравственная, бездуховная масса, которая воспитывалась под абсолютным атеизмом 70 лет, и после этого уже вот эти 30 лет это общество разлагалось. И все, кто были в состоянии что-то изменить и видели для России что-то лучшее и будущее, Путин их всех уничтожил, кого изгнал, кого убил, кого в тюрьму посадил. И поэтому сегодня вот эта масса и Путин, это есть угроза, реальная угроза для мира. Но ни в коем случае нельзя поддаваться на шантаж, то, что Путин может применить или использовать ядерное оружие. Я в это не верю, потому что это не он один решает этот вопрос. Не он один решает этот вопрос. И те его накопления, которые он имеет, те миллиарды, которые по всему миру, недвижимость, их семьи, которые находятся здесь, ну да, там заморозили счета, но это не значит, что это у них изъяли. Просто на какое-то время их заморозили, разморозили. Здесь есть система, судебная система, которая работает. И это на руку всем. Там очень много сейчас юристов на Западе могут очень хорошо заработать на этих моментах, потому что они начнут судебные процессы по тому или по другому факту. Естественно, суд будет выносить решение. А за все это будет расплачиваться тот олигарх, которого заморозили. Или сынок, или внук Путина, или еще кого-то. Поэтому они хотят жить, Катя, Марта. Я поэтому, они хотят жить и пеплом, ядерным пеплом покрыть. Уже никого не получится, потому что они сами все здесь находятся. Их дети здесь, их внуки здесь. Они свое будущее связывают с этим миром. И поэтому я не верю, что он способен на это, но он способен шантажировать. И поэтому ему должны четко понять, что это не пройдет. Возможно, немножко цинично прозвучит, но является ли Украина шансом для нас всех, для чеченцев, для грузин, для других стран, которых Россия пытается угнетать? Для всего мира, Марта. Не только для тех, которые находятся на постсоветском. Но для всего мира и в первую очередь для Европейского Союза. Потому что это европейская территория, это Европа. Это все, что происходит сегодня в Украине, это происходит в Европе. И если сегодня мир даст слабинку и позволит Путину проглотить Украину, то мы будем жить совершенно в другом мире и в другую эпоху. Это нам всем надо будет распрощаться с теми нашими идеалами, какими-то общечеловеческими ценностями. Вот нас подведут под русизм. Вот под русизм, который на сегодняшний день сосредоточился на этой территории, так называемой Российской Федерации. Но вот весь негатив, который сегодня имеется на этой территории, он распространится на весь мир. Поэтому сегодня решается судьба мира. Не только Украины. И просто Украина оказалась на передовой. И поэтому всем, и грузинам, и чеченцам, и американцам, и европейцам, всем нужно помочь Украине выстоять, отстоять, и чтобы Путин сломал свой хребет там. Если ему дадут победить в Украине, это значит, будет победа Путина во всем мире. Буквально пару слов, если вы можете рассказать про чеченцев, которые воюют на стороне Украины. Кто эти люди? Я знаю, что они из Европы в основном. Да, это люди из Европы. Это люди, которые выросли не под российской пропагандой. Есть те, которые выросли. Вот разница между... Есть те, которые сегодня воюют и за Россию, якобы, мы видим их тоже. И есть те, которые воюют за Украину. Вот разница в том, что за Украину воюют именно добровольцы. И они сами из европейских стран, где все есть, и никто их не вынуждает. Они бросают все и едут в Украину, чтобы защитить украинцев. И есть те, которые насильно отправляют в Украину воевать за Россию. Вот это разница. И, конечно, чеченцы понимают, что сегодня, если Путина мы не остановим... Мы об этом кричали еще 30 лет назад. Но сегодня слава Всевышнему, что мир осознал, что Путин перестал быть исключительно чеченской, или грузинской, или украинской проблемой. Путин стал проблемой номер один всего мира. И мир должен сломать ему хлебель.